Продолжение следует... Новая информация все больше и больше, и появляется возможность многомерно исследовать тему, вопрос, проблему. То, что раньше было невозможно. Раньше такими ресурсами обладали всякого рода аналитические центры, закрытые, правительственные. И эту информацию не выдавали. А теперь это просто человек, как бы имея бытовой здравый смысл и сопоставив из разных источников факты, сможет понять, что там по сути происходит. Вот это абсолютно качественно новая ситуация, которая будет все тренды определять. Я имею в виду с точки зрения технологии и с точки зрения трансформации в материальной части мира. И что сейчас получилось? Мы все, как цивилизация, все еще находимся в аналоговом процессе. Политическом, геополитическом. Причинно-следственность, поляризация. Добро, зло, хорошие и плохие. Все время на этом. Это все аналогово. Надо переходить в цифру и в политике, и в геополитике, и в понимании. Для этого цифра не имеет смысла, если она сама не является инструментом и средством, а не целью. И теперь надо сформулировать цель. Что мы хотим? Вот я думаю, что если каждый человек так глубоко-глубоко, или не глубоко, в общем, искренне сможет себе ответить на вопрос, что он хочет, то окажется, что все мы одинаковые. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы с нашими близкими и людьми, знакомыми не было ничего плохого, чтобы не было насилия вообще вокруг, чтобы была возможность развиваться во всех смыслах. Чтобы вот дружественная среда, единомышленников, близких по интересу, в творческом взаимодействии, вот как-то так существовали. Что мы на самом деле в какой-то момент поняли бы, чтобы вот такой мир появился, нужно, чтобы вот двигаясь по предельному эгоистическому вектору, вот мне, лично мне, что больше всего надо и что я хочу. То там оказывается, что я хочу мира своим родным и близким, но понимаю, что у них мира не будет, если не будет мира вокруг. И дальше, просто вокруг, это сначала страна, ну да, можно представить, вот одна страна, как бы вот в нынешних условиях более-менее там как-то выстроила жизнь для своих граждан, ну, либо Швейцария. Ну, тоже нет уверенности, что это все не двинется. Поэтому пришлось выйти на следующую категорию, вот мир. И стало понятно, что да, вот если таким образом про все про это думать, открываются очень простые, ясные пути, конкретные шаги, технологии, люди понятные, проявленные практически все. И вот сейчас задача, вот как бы, NHBC, конвергенса, да, то, про что Андрей Петрович Девятов раньше говорил, как про следующий, грядущий уклад технологический. Так вот, в чем он заключается, мне кажется, это просто вот всем тем ресурсам, которые сейчас у человечества есть, распорядиться с целью задействовать их для того, чтобы была безусловная, понятна трансформация, вот, в мир, который может быть создан вот на том потенциале, который накоплен в предыдущей, заканчивающейся цивилизационной парадигме. Эта парадигма, которая заканчивается, она была выстроена мужчинами в конкурентной борьбе. Почему? Потому что главной ценностью этой цивилизации, ценность это то, к чему все стремились, вынуждены представить, ну, в общем, то, что мотивировало все действия. Это ценность владения. Деньги, эквивалент, политическая власть это тоже средство для того, чтобы владеть. И вот в этот патриархальный мир, такая патриархальная цивилизация, выставленная мужским в жесткой конструкции управленческой, вертикаль, абсолютно жесткая. Правила простые, кто сильнее, тот и лучше, тот и прав. И тот ресурс, который был заложен в этом, он на сегодняшний день исчерпал себя для развития цивилизации. То есть вот сейчас на конкурентной борьбе она к чему привела? К тому, что глобальные корпорации защищают свои интересы таким образом, что не пускают в реальность новые прорывные технологии, потому что, ну что, у них другие интересы и все. И таким образом вот эта конкуренция перестала развивать мир. Значит, ну сейчас время для трансформации. И там понятно, что если раньше конкурировали, то теперь, может быть, мы будем партнерствовать. Вот если представить там стройку, на которой всего 100 человек заняты, ну всех, и владелицы, и девелоперы, и рабочие, и коновщики, и охранники все, да? И вот они 95% времени, что посвящают этой стройке, что они делают? Они спорят, ругаются, мешают друг другу, вольно или невольно, дерутся. И 5% они вот что-то вместе делают. И вот мы сейчас, как цивилизация, на мой взгляд, похожи на этих строителей. На 5% больше зона взаимодействия и на 5% меньше зона борьбы. И мы можем удвоить, да, как бы потенциал реальности. Просто сразу. А если, говорит, если изменить пропорцию вообще в обратную сторону, да, то вот какой потенциал реальный, который мы обладаем. Тут что следует понять? Что этот потенциал не может быть задействован локально. Он может только быть задействован сразу глобально. И тогда это будет очень легко, просто и понятно. И вот теперь, как этот потенциал, и что это такое за потенциал? Потенциал, я называю, знание и опыт людей, которые сейчас живут среди нас. Это то, что они могут применять в своих интересах, личных, профессиональных, там, и всяких других. И вот это и есть потенциал, который мы обладаем. Это основной, плюс вот вся инфраструктура цивилизационная, да, плюс технологии, которыми мы владеем. Финансовая и политическая система. Это все то, что сейчас можно увидеть в ракурсе того, что это как раз элементы продвижения. То есть это потенциалы, которые можно активировать. И тогда, что становится ясно. Для того, чтобы вот эти уникальные знания, навыки превратить в ресурсность, этот опыт персональный необходимо оцифровать. Необходимо, чтобы вот то, что человек делает, могло быть увидено как формальный, да, как бы цифровой код, который может быть воспроизведен. Известно же, да, что и сегодня вот 80% стоимости в любом товаре и услуге это вот виртуальное. И только 20% материального, да. И вот тогда, если появится система, которая позволит оцифровать знания и опыт, тогда может появиться и всеобщая база данных, всеобщая база этих алгоритмов. А мы устроены все тоже очень близко, одинаково. То есть если обобществить вот этот опыт алгоритмический, то система начнет работать по коммунистическому принципу. От каждого по способностям, причем, естественно, проявляемые в жизни особенности личности. Вот что такое способности. Способность быть самим собою. Способность быть уникальным. Да, вот это именно способность в системе приветствуется. И каждому по потребностям от всего этого огромного потенциала алгоритмического, обобщесленного. В этой системе будет работать принцип, что в любом своем целеполагании, любой пользователь этой системы получит в качестве ресурса самый оптимальный из проявленных в этой среде, самый оптимальный опыт в виде применимого уже активирующегося очень просто алгоритма. Таким образом, вот мы сами, собственными силами создадим вот такой чудесный этот потенциал развития. И это абсолютно достоверно возможно. Это очень просто, на самом деле. Почему я так уверенно говорю? Почему вот до сих пор этого никто не сделал? А я почему так несу это? Я вдруг понял, что, когда задумался про информацию, про все такое прочее, я вот, ну вот на самом деле я думал, как же вот эту всю информацию описать, да? Как мне пользоваться информацией в сети, чтобы мне понятно и полезно было? Я вдруг понял, что мне следует обратить внимание не на то, как мир устроен, а на то, как я его понимаю, да? И тогда я понял, что все сущее я понимаю через аспекты. Вот каждой сущности, которую я выделяю своим сознанием, присущий набор аспектов мне понятных. И таким образом, вот, ну, если теперь на язык цифры это переложить, то единицей учета информации я предлагаю следующую единицу. Уникальное смысловое проявление. Уникальное, это я отличаю его от всего другого. Смысловое, я понимаю, что это такое. Проявление я воспринимаю, это как-то, да, проявлено. И таким образом мир начнет сам себя определять. Вот каждой сущности может быть задан набор параметров, минимально необходимых, чтобы идентифицировать ее, да? И таким образом у нас появляется общий инструмент, а инструментом является язык, на котором мы говорим, для описания всего сущего. То есть появляется такая многомерная, такая появится матрица языковая, вот, которая первым делом будет на русском языке. И это абсолютно точное подтверждение того, что у русских особая миссия. Их миссия быть русскими, владеть языком, потому что язык открывает проходы в такую глубину, что через русский можно систему еще на один мета-уровень вывести. Ни один другой язык не даст этого, а русский даст. В этом миссия. Русские хорошо только потому, что они говорят по-русски. И русские зададут эту смысловую матрицу этой системе. И нужно, чтобы проявилась казахская национальная матрица. Она даст из-за того, что каждый казах, мужчина, да, знает своих предков до седьмого колена, поименно, годы жизни, населенные пункты, там, где похоронен. Да, туда можно, во двор можно взять. Вот. И представляете, сейчас 5 миллионов казахов, как минимум, могут в одном цифровом пространстве выложить свои родословные по-казахски, это называется шажире. Отлично. И таким образом появится точная событийная матрица лет на 300. Ну, реально. И на нее можно будет привязать все известные исторические события. А дальше она, вот это, получится, что, что произойдет. Смысловая матрица, русскоязычная, наложится на историческую событийно-временную. Еще одна для нас, это важно, да, матрицу. И таким образом появится объем вокруг, на который можно не знать уже все смыслы, да, и определять внутри этой системы все сущности. А сущность это то, что мы воспринимаем сознанием. Сознаем. Вот. На этом пока стоп снято, дорогие друзья. Это Бахыт Килибаев рассказывает концепцию планетарного... Перехода. Перехода. Стоп снято. Концепцию планетарной трансформации. Продолжение следует.